Во время процедуры ареста лидер псевдорелигиозной общины Александр Куренков продемонстрировал нет, не чудеса экстрасенсорики, а щепетильные отношения к каждой юридической процедуре. Внимательно изучал документы, просил советов адвоката и выяснилось, тому есть причина. Оказывается, так называемый гуру 22 года назад уже был фигурантом уголовного дела, его обвиняли в мошенничестве. Но тогда Куренкову удалось избежать наказания. Несмотря на подписку о невыезде, он покинул территорию республики Саха, где велось расследование, был в розыске. Позже производство по каким-то причинам прекратили. И вот сегодня человек, называющий себя целителем на скамье подсудимых. По версии сотрудников СК, Куренков совершал насильственное действие в отношении несовершеннолетних адептов своей псевдорелигиозной организации. Нужно сказать, из образа лучшего и всемогущего он, судя по всему, еще не вышел. Не рода нормальная нужна, это нельзя. Накануне мы рассказывали о том, как Куренкова задержали в его частном доме в небольшой станице под Краснодаром, где, собственно, и жили так называемые почитатели Калагии. И как только этот сюжет вышел в эфир, к нам в редакцию обратилась еще одна женщина, которая также решилась рассказать, что ей и ее детям пришлось пережить в этой общине. Ольга познакомилась с Куренковым еще в 2000-м, на слете целителей в Геленджике. Тот мигом поставил ей диагноз, мол, одержима весами, пообещал изгнать. Недаром, естественно. Чтобы оплатить услуги, женщине пришлось продать квартиру. Так она и стала адептом почитателей Калагии. Долгие годы все до копейки отдавала так называемому наставнику. Я помню, когда он узнал, что я пенсию оставила дочери, там такой скандал. Да, это, скорее всего, и есть элемент сектанства, нарушение семейных связей. Сбежала из общины Ольга только в 2013-м, пока наставник был в отъезде. Ее приютили знакомые. Узнав о том, что у Куренков за решеткой, женщина, которая все это время боялась мести, тоже решила написать заявление в СК. Ее показания крайне важны. Благодаря им следователи намерены доказать, этот человек на самом деле никакой не гуру, а обычный мошенник. Сыщики уже выяснили, во время так называемых духовных занятий Куренков обещал делиться с адептами своей уникальной энергией, с помощью которой якобы можно было даже исцелиться от смертельных заболеваний. Но самого его больше интересовали материальные ценности. Под предлогом космического обогащения организатор общины забирал у людей все имущество. Убеждал продавать машины, дома, квартиры, а деньги отдавать ему. По сути, адептам, которые очнулись, иначе не скажешь, и решили выйти из Калагии, возвращаться было уже некуда. Оперативники уже узнали, у Куренкова даже был свой прайс-лист. Посвящение в адепты, например, стоило 200 тысяч рублей. Обряд духовного насыщения 350 тысяч. Так называемый наставник говорил, что только участники общины спасутся от конца света, но в благодарность все женщины обязаны были исполнять любые его прихоти. Может быть, у него какие-то технологии, что ли, влюблять женщин в возрасте в себя. Ну, а с молодыми, наверное, вернее, как, и тут же все равно, что оно имело подоплеку, что это вот энергообмен. Суд постановил, ближайшие два месяца, пока идет расследование, Куренков проведет под стражей. У органов предварительного следствия есть все основания полагать, что подозреваемый может оказать давление на потерпевшую, свидетелей. Сейчас следователи намерены разыскать бывших адептов, которые продолжают хранить тайны Калагии. Но теперь наверняка готовы будут обо всем рассказать и выступить на процессах в качестве свидетелей. В СК полагают, Куренков за все время существования общины, а это почти 20 лет, совершил десятки преступлений. Василиса Казакова, Екатерина Беспалова, Александр Токарев и Иван Синецкий. Телекомпания НТВ.